Здравствуйте! Приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали в Бинран для того, чтобы заснять лекцию Александра Сапелина, московского дендролога, преподавателя Университета Леса. Сегодня он расскажет нам о дендрорайонировании. Это как раз те вопросы, которые вы во множестве оставляли у нас на канале. По поводу зон морозостойкости. Он расскажет о карте, которая составлена именно для зон России. О растениях, которые зимуют в разных областях и в разных городах. Как узнать, какие растения сажать, какие не сажать, какие нужно укрывать, и как с ними работать, какая нужна агротехника. Лекция совершенно уникальная, очень интересная. Материалы этого вы не найдете нигде. Поэтому мы засняли ее целиком. Надеюсь, что вам будет интересно с ней познакомиться сегодня. Есть, конечно, такое распространенное заблуждение, что у нас, собственно говоря, чем теплее, тем лучше. То есть, собственно говоря, вот теплее, значит замечательно. Наверное, в такой холодной стране это действительно такое мнение имеет право на существование. И действительно кажется, что это так. Но тогда бы мы при переносе в каждый более теплый регион брали бы все то, что растет в холодных, и к нему прибавлялось, прибавлялось, прибавлялось. Однако мы видим, что это совсем не так. И многие вещи, которые растут в умеренных широтах, которые растут здесь, например, на северо-западе, или которые растут в Московской области, они не растут у нас в Сочи, они не растут у нас в Адлере. Потому что действительно у нас есть такой некий определенный оптимум температур, который требуется каждому конкретному растению, вне зависимости от того, говорим мы с вами про травянистые растения, говорим мы с вами про древесные растения. Ну да, простые примеры, я не знаю, холодорастущие и теплорастущие злаки, которые там люди начинают говорить, ну так надо же, какая жара стоит, что он не растет? Ну у тебя и не растет, потому что у тебя жара стоит. Сейчас у тебя жара спадет, и у тебя пойдут они в рост. А наоборот прекратят рост те, которые были жаростойкими. И вот эти вот моменты, они, конечно, такими достаточно важными оказываются в понимании не столько морозостойкости растений, то есть термина, который мы чаще всего говорим, сколько зимостойкости растений, холодостойкости растений и так далее. Я не могу говорить про северо-западный регион с таким же знанием дела, как я могу говорить про Московскую область, потому что там, ну, своим углом набивали, как это, шишки, да, выпуская разные ошибки и так далее. Вот, я могу с уверенностью сказать, что, хотя уверен, что сейчас в этой аудитории точно кто-то со мной захочет поспорить, но я могу с уверенностью сказать, что для целого ряда растений, по крайней мере, в Подмосковье, куда более существенным является фактор зимостойкости, нежели морозостойкости. То есть огромное количество растений, которые мы могли бы там выращивать, мы не выращиваем не потому, что они вымерзнут, придя к определенному минусу температуры, да, то есть просто вымерзнут, потому что произойдет там разжижение ткани и так далее, а потому что есть совокупность факторов зимнего периода, которые оказываются куда более весомые, куда более важные. И для целого ряда растений я примеры такие приведу. И, конечно, вот сам термин холодостойкость, он может быть не так актуален. Что такое холодостойкость, чем она отличается от морозостойкости? Это растение начинает испытывать дискомфорт именно с понижением температуры плюсовой, а не минусовой, то есть это у нас низкие температуры. Мы, конечно, тоже видим иногда, как растение просто не набирает нужной суммы температур там по каким-то травянистым растениям. Ну не знаю, в какие-то годы в Подмосковье там клещевины 4 метра, вербены банарские 2 метра, канны вырастают 1,5 метра, а какие-то годы, когда дождливые, холодные лета, мы видим там эту камну вот такую 20 сантиметров, и клещевину там 2 первых листа, и больше, собственно говоря, ничего нет. Но вот зимостойкость, которая, собственно, в себя включает морозостойкость, то есть морозостойкость это фактор, может быть не совсем верный, этот слайд просто оформлен, но зимостойкость, она поглощает собой морозостойкость. Она у нас оказывается довольно весомой. Что же такое морозостойкость? То есть это гибель растения вследствие именно отрицательных температур, то есть это могут быть разные минусы, да, кто-то у нас умрет от минус 5, кто-то от минус 10, кто-то от минус 15, кто-то от минус 20. И главная проблема зимнего периода это обезвоживание растения, тут, думаю, все об этом знают, тут как бы особенно мы останавливаться на физиологии не будем, в принципе, кто не знает, это легко найти в источниках, почему происходит обезвоживание клеток, почему, собственно говоря, растение не может в этот период времени компенсировать потерю влаги и так далее. И морозостойкость, она действительно может быть определяющим для целого ряда растений, но есть очень интересные наблюдения. Ну вот такое приходит в голову, по-моему, там есть слайд у меня такой, я не помню, я его убрал или оставил. Ну вот смотрите, опять же, примеры в основном все у меня московские. Территория Ботанического сада Московского государственного университета. Довольно крупная коллекция клёнов для своего времени. Клёны, которые переживали очень низкие температуры, ну для Москвы минус 32 градуса, это то, что коллекция переживала. То есть это отмечалось, у нас были такие температуры, но в одной из зим температура изменилась, опустилась с минус 0,4 градусов, насколько я помню, до минус 29 градусов за сутки. И они переносили минус 32, для них это не было проблемой, но когда температура за сутки, за 20 часов изменилась с минус 0,4 градусов до минус 29 градусов, была утрачена две трети коллекции. Пишут об этом в своей книге Клёна Нина Аксёнова, которая много десятилетий курировала эту коллекцию клёнов. Ну и много таких примеров на самом деле можно привести. С другой стороны, для другой группы растений в том же Ботаническом саду, ну например, яблони, декоративные яблони, вот я готовил тут недавно по ним вебинары, наткнулся на такую информацию, тоже пишут кураторы коллекции яблонь, с 1978-1979 год. Достаточно суровая зима, не знаю, что в этот год было в Санкт-Петербурге, температура в области доходила до минус 40, в Московской области доходила до минус 42, до минус 43 градусов, а в Москве на территории Ботанического сада МГУ минус 34. Это кажется не так много, но это очень много для этого места, потому что эта зона, эта часть Москвы, она, там очень благотворное влияние, Москвы-реки излучено идет, и там, собственно говоря, даже по фенологическим наблюдениям наблюдается двухнедельная разница. 40 минут на метро, главный ботанический сад, если кто знает, и ботанический сад МГУ, это 40 минут на метро по одной ветке. И вот эти вот 40 минут на метро, это две недели разница фенологическая. Можете себе представить? То есть здесь уже зацемило, это очень, конечно, большое две недели, то есть так по области, это надо ехать и ехать на машине. И, то есть 32, минус 32, это получается очень существенный, такой для этого места был минус. И была коллекция яблони, на сейчас есть коллекция яблони девятильная, на мой взгляд, просто какая-то непревзойденная, потому что там среднеазиатские виды, дальневосточные, сибирские, американские. И там именно решающим фактором оказалась не зимостойкость, а морозостойкость. Но при этом мы понимаем, что у нас разные части растений имеют совершенно разный предел морозостойкости. И у нас далеко не одинаково реагируют однолетние древесины, многолетние древесины, цветочные почки, там генеративные или какие-то листовые почки, корневые системы и так далее. И при этом мы видим в каталогах или в каких-то дендроисточниках, дендрокнижках, назовем их так, общим названием, что у нас есть минус для какого-то конкретного вида. Что же тогда пишут, говоря о минусе для конкретного вида, если мы понимаем, что разные части растений имеют совершенно разную устойчивость? Минус для конкретного вида написан, зачастую, вот хочется сказать сейчас, что минус для конкретного вида написан тот, который его убивает. Но хочется, но это будет неправдой, потому что, например, из европейских источников мы видим, что минус для конкретного вида написан тот, в котором его удалось испытать. И очень часто мы видим по европейским каталогам минус 28, минус 29, а мы с вами знаем, что у нас это растение росло минус 32. Но просто не было у голландцев возможности испытать его при минус 32. А в Подмосковье или в Санкт-Петербурге мы уже поняли, что у него минус ниже. И тот минус, который указан у нас, он, конечно, оказывается более правдоподобным, и он говорит о том, что это растение при этом минусе летально уходит. При этом понятно, что может, например, утрачиваться наземная часть, но сохранятся подземные части. Мы можем выращивать растения методом порослевой культуры. Могут там страдать генеративные почки, растение там не зацветет, но это не будет проблемой. И вот эта коллекция яблони очень здорово это показала. Разные части растений при одном и том же минусе 32 очень по-разному пострадали. Для меня, кстати, было откровение. Меня не удивило, что, например, когда стали анализировать все виды, а видов очень большое количество, как они перенесли именно вот эти отрицательные температуры, то пришли к выводу, что это напрямую зависит от происхождения. Ну что, в общем-то, было логично. И меня не удивило, что перезимовали, с легкостью перенесли 78-79 год от вида яблони происхождения сибирского и дальневосточного. И они действительно, у них максимум, что произошло, это у них частично пострадали ткани цветочных почек. И, соответственно, весной 79-го года, несмотря на все это, они распустились, достаточно хорошо цвели. Единственная проблема была, что часть цветков была очень сильно деформирована. Ну и, соответственно, не завязала плоды. Но уже к 80-му году они полностью восстановились, и никакого не было видно варианта повреждения, что в 78-79 году с ними там что-то произошло. А, например, наибольшим образом пострадали, вот это как раз для меня было удивительно, что наибольшим образом пострадали яблони американского происхождения. То есть как-то кажется, что северноамериканские виды, но у нас их очень много, и у нас складывается ощущение, что они достаточно устойчивы. И вот получается, что у нас они пострадали, то есть здесь произошло подмерзание не только цветочных почек, а еще и произошло подмерзание многолетней древесины. Образовались морозобоины, они просуществовали ни шатка, ни валка весь 79-й год. Кто-то умер в 79-м году, какие-то экземпляры, а остальные умерли в 80-м году. То есть вот эта вот степень поражения разных тканей, она различна и напрямую сказывается на летальном или нелетальном исходе дерева. Были в Москве, в Подмосковье периоды, были определенные годы, когда наблюдалось подмерзание цветочных почек у рябина обыкновенной. Ну, то есть это нонсенс, да, получается, учитывая аборигенность этого вида. Ну, я думаю, все понимают, здесь особенно рассказывать не стоит, какая часть более уязвима, всем понятно, что однолетняя древесина и многолетняя древесина, да, однолетние более уязвимые почки, там, солистовые, цветочные, цветочные более уязвимые. Но корневые системы, вот про это как-то мало говорят. В это складывается ощущение, что корень, и на основу всего, вот он-то точно не пострадает. С корнем-то точно будет все всегда замечательно, корень-то точно будет замечательно себя чувствовать. Я должен сказать, что так как довольно много пытался, ну, собственно, моей диссертацией, так и не защитившейся, это было контейнерное выращивание декоративных растений в питомниках, очень много пришлось тогда копаться, разной информации, европейско-американско по корневым системам. Должен сказать, что в подавляющем большинстве случаев, у подавляющего большинства видов растений древесных, корневая система примерно в половину менее устойчива от устойчивости к минусу наземной части. В половину. То есть при минус 40 переносимости наземной части, у нас минус 20 переносимость корневой системы. При минус 30 минус 15, при минус 20 минус 10. Это для многих становится откровением, как выясняется. Потому что кажется, ну как, почему же тогда они до сих пор все не сдохли? Почему они тогда до сих пор все живы? Но в реальности оно так действительно и есть, просто действительно у нас промерзание происходит на разный минус. Разный состав почв, разная подстилка, разное расположение корневых систем относительно поверхности Земли. Все это, конечно же, сказывается. И в этом плане, конечно, вот эти споры на Фейсбуке периодически, особенно часто там появляются, когда говорят, знаете, спор почему в основном возникает? Спорит, промерзает или не промерзает? И значит, один фронт говорит, да у нас глубина строительной нормы промерзания полтора метра, то есть у нас по-любому промерзает. А другие говорят, да если бы промерзало, то бы все бы уже сдохло. Вопрос не в том, промерзает или не промерзает. Оно промерзает. Вопрос в том, на какой минус оно промерзает. Промерзает оно в зоне корнеобитаемого слова на минус 10, на минус 12, на минус 15 или на минус 30. Вот пока я не перелеснул следующий слайд, как вам кажется, распространенное у нас пицабис, еле обыкновенное, ну, супер бомбоустойчивое растение, да, наземная часть, очень, не буду говорить, какой минус переносит, все знают. Как вам кажется, предел переносимости минуса корневой системы еле обыкновенный? Минус 22. Минус 22 это предел, потому что при минус 23, минус 24 в зоне корней происходит разжижение тканевой ткани, и все, они как бы уже не жильцы. Поэтому, когда я вижу, проезжая по какой-то трассе, там, в Подмосковье, продажу зимнего крупномера, где стоят такие красивые 4-5 метровые елки, и понимаю, что неделю стояло минус 25, я понимаю, что да, еще красивые, но уже трупы. И, кстати говоря, они еще и поживут, потому что трупы поживут, потому что лиственные нас, конечно, сразу не умирают, а еще пытаются что-то нам доказать, как лиственные сразу хвойные не умирают, когда еще какой-то там процесс жизнедеятельности в них происходит. А там уже, собственно, год гарантии закончился, и ничего страшного, и уже человек дальше грешит на себя самого. И сейчас это особенно актуально получается момент, связанный с промерзанием корневой системы, потому что все вот эти вот вдруг хлынувшие в массы разговоры о садах на крыше, в массы хлынувшие разговоры о контейнерном озеленении, но действительно города испощрены коммуникациями, и нормативные акты, существующие в городском озеленении, не позволяют сажать туда, куда хочешь, потому что ты видишь, что с точки зрения построения законов гармонии, у тебя вот они четко читающиеся какие-то места для расположения растительных объемов, но при этом у нас совершенно нет возможности туда что-либо посадить, потому что здесь теплосеть, здесь то-то, 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 то-то. И начинается вот это вот контейнерное озеленение. Но тоже об этом много говорят и много об этом пишут, но вот знаете, что немножечко меня всегда напрягает, почему не заглянуть в то, что уже по этой теме сделано? Почему не заглянуть в труды, ну той же самой Академии коммунального хозяйства имени Памфилова? Почему нужно изобретать велосипед и набивать шишек снова? Вообще, вот честно, я сейчас произнес название этого учреждения. Понятно, что там было, как и в любом учреждении, куча в любом НИИ, куча бестолковых работ, которые просто кто-то делал, но очень много работ, которые были бы сегодняшний день очень полезны. Понятно, что это длинные такие брошюрки на плохой бумаге без картинок, которые лежат в отраслевых библиотеках, но если бы кто-то сейчас взял эту информацию, ту экспериментальную базу, которая была тогда сделана, а это связано и с обрезками, это связано и с ростом корневых систем, это связано с промерзаниями, это связано с контейнерным выращиванием. Там были и сады на крышах, там были и разные варианты формовок, там всё-всё-всё это было, реакция на городские условия и так далее. Просто это нужно поднять и хорошо издать, и это будет бомба. Ну это так, у меня опять лирическое отступление. Вот, а там были эти работы сделаны, и там действительно очень многое было проработано с точки зрения устойчивости корневых систем. И всё это, ну тогда не было фейковых книжек. Ну как бы, они всё равно как-никак проверялись. Да, просто вот так захотел написать и написал, такого особенно не было. Какой-то придержки чего-то такого была. И вот эти вот конкретные цифры, которые там есть, они заставляют иногда задуматься. Но здесь у меня фотографии, может быть, не совсем соответствующие теме, но тем не менее, они соответствуют именно теме корневых систем. Это вот достался архив Нины Сергеевны Некрасовой, которая занималась изленением довольно продолжительное количество лет в Москве. И это под её руководством сажались голубые ели в Александровском саду на могиле неизвестного солдата, который из Нальчика везли. И они разрабатывали просто вот эти вот, когда ты читаешь эти напечатанные на машинке технологические карты, знаете, там расписано, если кон такого-то диаметра, температура в течение суток такой-то минус, то берём такое-то количество соломы, такое-то количество мешковины, укрываем так-то. Если такая температура в течение такого-то количества часов, то количество пребывания на кома на открытом воздухе сокращается до такого-то количества часов. Ямы они готовили в течение сезона у Ковенлёвской стены вегетационного периода, чтобы они не промёрзли, засыпали их смесью торфа и листа, закрывали сверху щитами, когда вот из Нальчика, кстати, из Нальчика швы еле колючие, что сначала, тоже удивительно, со всей страны привезли по три ёлки голубых колючих, посадили их, несколько лет наблюдали, посмотрели, какие лучше себя чувствуют именно в этом месте, оказалось, что из Нальчика и уже их сажали. Ну и можете посмотреть на размеры кому. Ну это я так. Кстати, в тех же трудах Академии Памфилова очень интересная информация. Один и тот же вид растения посажен в контейнеры одного и того же размера, с одним и тем же субстратом. Контейнеры деревянные, но самые обычные. И у него отличие только в одном. Один контейнер своим дном плашмя лежит на земле, у другого были ножки 3 сантиметра. Ножки 3 сантиметра. Казалось бы, ну ерунда. Все контейнеры с ножками 3 сантиметра вымерзли за зиму. Все. Все контейнеры, дно которых лежало плашмя на земле, сохранились, потому что все-таки идет теплопотеря, ну не теплопотеря, земля греет, скажем так. Вот. И вот эта вот цельность. А здесь эти 3 сантиметра их хватило для того, чтобы те тщедушные потоки тепла, которые с земли идет, их легко выдало. И то же самое на крыше, потому что как бы качественно здание не было построено, я думаю, что все равно теплопотери у него идут. И вот эти вот сплошняком, да, но совсем по-другому будет работать. Но промерзание корневых систем, вот посмотрите какое. В Советском Союзе очень много было опытов. В основном, конечно, это было связано с плодовыми растениями. Ну вот я думаю, вас удивит, что у яблони домашней, хотя у нас такого вида не существует, это совокупность всех сортов, которые есть у нас, минус 9, минус 11. Кто-то говорит, но у нас же минус 30 бывает. Да, у нас бывают заморозки в воздухе, минус 30, но на почве... Потому что если бы было минус 20 на почве, то бы от этих яблоней мало что осталось. У нас вымерзали, у нас были зимы, Юрий Борисович Марковский говорил, когда на расстоянии около сотни половин Ленинграда тогда просто вымерзали яблоневые сады. Вот, то есть я думаю, что это было связано с вымерзанием корневых систем. И сливы у меня на даче, я тоже помню. Да, потому что тут смотрите, как интересно, что сливы еще ниже, чем яблоня, казалось бы, да. Но зато вишня минус 10, минус 14. Почему меняется температура, я думаю, тоже всем понятно. Да, не константно, потому что все-таки... Ну, сейчас не хочется лезть в физиологию, да, образование сахаров, вязкость соков и так далее. Растение, соответственно, готовится к зиме, поэтому в ноябре у него минус 9, а здесь у него минус 11, у этого минус 10, а у этого минус 14. Вот этих вот табличек более чем достаточно, этих экспериментов более чем достаточно. Осталось это взять и прочитать, на, и посмотреть. Есть, конечно же, классификации, я не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Я скину вам Колесникова, декоративную дендрологию. Думаю, у кого этой книжки нет, она должна быть, потому что это, в общем, в какой-то степени Библия, такая дендрологическая, в свое время написанная целым коллективом авторов, несмотря на единоавторство Колесникова, указанное на обложке, на это работала вся страна, в самых разных научных учреждениях страны писались главы этой книги, и они пришли, собственно говоря, вот к такому труду. Очень забавно бывает читать какие-то современные книги, дословно. Ну, просто этот уже Колесников у меня так переструдирован, что уже на память помнишь, где что-то, где-то я это читал. О, это сейчас Колесникова написано. Вот только у меня в моем экземпляре вложено, знаете, раньше в книжке вкладывали такие списки опечаток. Я их сразу все исправил. А, видимо, у тех людей, которые списывают, не были вложены списки опечаток, и иногда видно, что эти опечатки так они идут и идут. Вот. И у нас вот эти вот списки растений, я тоже их пропущу, то есть минус 50, это все по Колесникову, минус 35 и так далее. Как я уже сказал, не знаю, как для Северо-Запада, вы меня поправьте, если что, но в Подмосковье очень важным фактором оказывается именно все-таки зимостойкость. То есть не морозостойкость, морозостойкость тоже, да, но зимостойкость очень многие вещи не дает нам просто выращивать. То есть какие-нибудь, ну, я не знаю, бамбуки, да, имеют очень глубокий минус температуру, которые позволяют промерзание, да, то есть минус 29, минус 30, минус 31, но при этом уходят при минус 25, а потому что на 31 декабря потекли ручьи. А потому что, да, изменилось. Конечно, очень многое зависит от того, какое накануне. Мы это очень недооценим. У нас, когда умирают растения после зимы, мы начинаем почему-то думать, а какая была зима? И никто не задумывается, а какое было лето перед этой зимой? Они банально не подготовились просто к этой зиме. Я сейчас не помню, какой это год был, 16, что ли, когда, смотрите, у нас был год один, по-моему, 16, я уже путаюсь в этих годах, когда было очень холодное и влажное лето такое. Потом была зима. Зима была не слишком суровая, да, такая. Но в эту зиму выпало такое количество растений, которые не выпали в существенно более суровую следующую зиму. Вот в существенно более суровую следующую зиму эти виды перезимовали прекрасно, потому что лето было, то есть, словно говоря, 16-й, плохое лето, относительно нежесткая зима, много видов выпало. Получается, 17-й, там, допустим, уже лето было жаркое, и 18-е растения не выпали. И для меня это было таким откровением, когда я просто на своей шкуре это испытал, да, имея там в эксперименте кучу растений посаженных, которые было очень жалко. И я стал понимать, что действительно, насколько вот у нас вот этот вот предварительный вегетационный период, предшествующий этой зиме, а не сам минус зимы, может позволить этим растениям, условно говоря, зарядиться этой энергией солнца или не зарядиться этой энергией солнца. Я вообще сам вот с точки зрения своей собственной физиологии жару ненавижу. То есть для меня это катастрофа. Я люблю теневые сады, мне нравится, когда там прохладно, влажно. И когда сейчас жара наступает, я себя только одним успокаиваю. Типа, Саша, терпи, но зато это растение готовится к зиме. И мне как-то легче становится ее переносить, потому что самого там КПД до нуля снижается, когда это происходит. Эти вот резкие перепады этой температуры, которые через ноль гуляют в течение зимы, через ноль, ладно бы они просто менялись, они через ноль гуляют. И, собственно говоря, когда мы говорим про те же самые зимние укрытия, ну, наивно полагать, что у нас под укрытием температура будет выше. Мы дом с вами построим, не будем его отапливать, у нас температура в этом доме будет такая же, как в окружающем воздухе. Да? А здесь нет. Ну, есть, конечно, там разные теории, там дыхание растет и так далее. Но глобально все равно, что я сейчас засуну туда руку, в это укрытие, у меня будет там тепло, это, конечно, не так. Хотя, конечно, какой-то определенный, там, и ветрозащита. Ну, вот, собственно говоря, вот здесь вот эти два примера, которые есть, посмотрите, да, наверху как раз про МГУ, я уже рассказал пример, а внизу тоже у меня был очень интересный разговор. Я раньше работал, ну, многие знают, в компании, в московской представительстве компании «Бронс Флансен», питомник немецкий. И так случилось, что у меня, я первый был, кто слышал рекламации от наших клиентов. И начал вырабатываться вот из года в год такой, знаете, черный список и белый список. Потому что, ну, не может быть случайностью, когда тебе разные поставки в разные годы, но на одни и те же виды, на одни и те же сорта из разных городов страны пишут рекламацию. Это значит, что-то не так с этим видом, что-то не так с этим сортом. И начали выкристаллизовываться такие ассортимент хороший и ассортимент плохой. Кстати говоря, это ужасная вещь, потому что уже сколько лет я там не работаю, но это вот по дедушке Фрейду, оно засело в мозге, и это есть растение, в результате которых я боюсь, хотя мне все коллеги говорят, это чего, ничего с ним не происходит. А он у меня тогда вот в этом черном списке оказался, и я с тех пор, да, его боюсь. И те, которых я не боюсь. И, соответственно, по целому ряду позиций были вот такие вот сорта плюс и сорта минус. И я приезжаю, помню, в питомник Пан Чеплух такой есть, может быть, знаете его, в Польше, который специализируется на рентгенбронах, у него довольно большие коллекции, поставляет он на всю Европу и даже в Америку, как это неудивительно. И я начинаю говорить ему те сорта, которые у нас показывают себя прекрасно. Он мне говорит, ты что-то путаешь, такого не может быть, они у нас в Польше подмерзают. Я говорю, у нас они показывают, себя прекрасно. Он говорит, не может быть, они в Польше подмерзают. Вдруг мы выясняем, что самая уязвимая часть их, естественно, корневая система, высоко поднятая, потому что вот эта вот древесневшая часть, закрытые бутоны и так далее, они выдерживают довольно глубокий минус, а корневая система, при том, еще и довольно поверхностно расположенная, очень уязвима. И наши снега не позволяют ей пострадать. А отсутствие снега, зачастую, или малый снег там, или, например, наступившие морозы, когда еще нету снега, существенно более низкие температуры, не низкие, а, как сказать, малый минус, более малый минус, чем у нас, он позволяет уже убить эти сорта. Но вот удивительно, да, то есть мы, да, мы понимаем, что у этих корней морозостойкость, что там, что здесь. Но вот факторы внешней среды, они начинают работать и совершенно по-другому заставляют нас на это реагировать. А мульчи спасает? Да, Да, спасает, хотя вот недавно где-то я прочитал трактат о вреде мульчи, что наоборот, у растения проблемы весной, потому что везде все оттаяло. Ну, возможно, к разным видам надо подходить по-разному с точки зрения биологии. Я знаю, например, у нас проблемы были с мульчой большие у компаний, которые выиграли тендеры на луковичные на посадки тюльпанов, да, на городские цветники, а другая организация, которая выиграла тендер на мульчирование, она это с осени засыпала цветной мульчой. И они просто не вылезли. И те попали на серьезные штрафы, потому что ничего не вылезло, хотя все посажено, ничего не вылезло. Ну, тут вопрос, почему, тут непонятно, что там конкретно еще, как это было. USD-зоны. Вот тут мне сейчас главное пометую о том, что у нас хронометраж сегодня довольно короткий, не уйти в лирику, потому что это моя больная тема. USD-зоны, которые все везде у нас пишут. У нас не обходится сейчас ни один питомник без указаний USD-зон, у нас не обходится ни один каталог с описаниями растений без указаний USD-зон, хотя в общем по большому. Я, конечно, не возьмусь сказать, что это зло, но надо крайне критически к этому подходить и крайне критически на это смотреть. Изначально, кстати говоря, это не константная вещь. Если вы посмотрите, я специально показываю здесь 99-й год и 2012-й год. Та же самая американское зонирование, оно отличается, одни зоны увеличились в размере, другие уменьшились в размере и так далее. И изначально это, конечно, была разработка Соединенных Штатов, собственно говоря, Министерство сельского хозяйства, United States Department of Agriculture, которая разработала вот эти вот зоны, которые построены по одному единственному признаку по изотерму. То есть, это средние температуры. Никакого другого признака в это зонирование не вкладывалось, никакой другая характеристика не исследовалась. И, собственно говоря, именно в этом плане претензия, потому что я только что сказал, что у нас зачастую не минус оказывает серьезное действие на то, будет жить это растение или не будет жить это растение, а именно факторы зимы, которые здесь никаким образом не отражены. Выпустили американцы эту зону, чуть позже, уже в конце 20 века нас выпускают это тоже европейцы. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание, что USDA европейская и USDA американская не совпадают по своим зонам. И когда человек говорит, ну это третья зона, я включаю зануду, ну я зануду известный, но я так иногда гашу в себе, иногда включаю. И говорю, а какая третья зона, американская или европейская? Это разные температурные показатели. Если человек смотрит каталог американский, то это будет одна температурная вилка. Если человек смотрит каталог европейский, то это будет другая температурная вилка. То есть они не совпадают. Ну да ладно, Бог бы с ними, то, что они не совпадают, напрягают то, что действительно мы не можем их взять за основу полностью, потому что они у нас построены по одному признаку. Когда я начинаю это говорить коллегам кому-то, то коллеги зачастую отвечают, ну у нас же ничего нету своего, поэтому мы пользуемся USDA зонами. Было бы, не вопрос, мы бы пользовались тем, что есть. У нас нету. Вообще я стал достаточно ленивый, раньше я как-то что-то доказывал, спорил. Сейчас я иногда открываю рот, чтобы начать говорить, потом думаю, это так долго сейчас рассказывать. И почему-то у меня как-то уже нет. Но вот в этом случае все-таки сдержать себя бывает достаточно трудно, потому что у нас не то, чтобы ничего не было, а у нас была разработана такая база, необыкновенно глубокая и необыкновенно проработанная, только советская наука на это, видимо, была способна, которая, конечно, эта система, до которой этой системе далеко. Я прошу прощения, у нас будет человек взятый, честно говоря, ну как-то у нас в садах, его голова закрывает половину. Что-то, 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 когда-то, когда эти зоны появились, мы поехали в Польшу, в Союз Польских Питомников. Тогда руководил, насколько я помню, Пан Куровский, и Пан Куровский с большой гордостью показывал первый каталог на русском языке. Ну, наверное, все помнят тот каталог, да, он делился отдельно на многолетники травянисты и отдельно был по деревьям. И гордость его была в том, что он на русском языке, и я всегда очень реагирую на эти фразы, хотя, может быть, эти не надо было бы. Но фраза была примерно следующая сказана, что, наконец-то, теперь русские будут знать, что из себя представляют, какие растения, и где их можно сажать. У меня сразу все кипеть начинает. Что значит, наконец-то? Да? Потому что я вспоминаю все вот эти вот, начиная с 20-х годов работы, которые там в 50-х вообще были просто золотыми, и понимаю, что, ну, хотя, конечно, каталог был очень достойный, потому что такой полиграфии мы тогда, наши литературы по дзендрологии и по цветоводству не знали. Это действительно фотографии, где ты реально мог увидеть, как выглядят эти растения. Я открываю этот каталог и вижу пятую зону. Ну, естественно, сначала смотрю на Москву, понимаю, пятая зона. Потом я смотрю Петербург, тоже пятая зона. Я говорю тогда ему, знаете, у нас даже кто очень плохо учился в школе, он все равно почувствует какой-то подвох. Ну, вот какой-то подвох здесь будет, потому что все понимают, что не может быть одинаковый ассортимент в Москве, в Киеве и в Мурманске. Он говорит, ну мы ничего не можем сделать, мы уже эти зоны сделали, причем посмотрите, какое здесь было зонирование, детальное, и как оно прошло вот здесь. Вот эти вот полоски, они просто дошли до Урала. После Урала уже не делали, слава Богу. До Урала они дошли, вот эти полоски, прям как шли, так они и дошли. Вот. И мы же не можем переделать эти зоны, это была очень большая работа сделана. Я говорю, я все понимаю, что действительно эта работа была сделана достаточно такая глубокая. Я говорю, может быть вообще отказаться от этого зонирования? Ну отказаться. Ну красивые фотографии, красивые описания, хотя описания тоже, понятно, там не были отредактированы, то есть был чистый перевод и по срокам цветения, и по размерам растений и так далее. Ну да ладно, это мелочи. Да, вы правы, сказал он, мы что-нибудь придумаем. Они придумали. Знаете, что они придумали? Я просто был вот в восторге от такой, такого образа мыслить удивительного. То есть я бы в жизни бы такая идея не пришла. Есть версии, что придумали? Зимнюю затормой. Они стерли название городов. И когда этот каталог вышел, на нем была только Москва. И больше ни одного города не было указано. И в течение целого ряда лет он шел без названия городов, везде эта схема шла. Но если вы посмотрите по речкам, и по прочим заводям, то вы поймете, что города вот у меня стоят на том месте, на каком они стоят. И действительно все относятся к пятой зоне. Возвращаясь к тем коллегам, которые говорят о том, что что ты вредничаешь, что ты выпендриваешься, ничего нету своего. Я им показываю вот это. У нас не просто, чтобы нету ничего, а с 1915 года еще и Бертом Вольфом была разделена территория страны на 18 зон. Сейчас, конечно, смотришь на это деление, оно очень детское. Понимаете, да? То есть абсолютно такое тривиальное, странное, чудное. Но оно было, и эти 18 зон были. В 50-е и 60-е годы Академия коммунального хозяйства Мини-Памфилова, которую я сегодня уже вспоминал, она разрабатывает карту районных применений древесно-кустарниковых пород. Причем сначала разрабатывается для азиатской части, а потом разрабатывается для европейской части. Для азиатской, и поэтому очень удивительно смотреть, что европейская часть начинается с 46-й зоны. Все же привыкли, что с Москвы все начинается, а тут такая Москва в самом конце разобрана. То есть сначала все за Уралье было разобрано, потом Москва. Вышли вот такие вот книжки. Первая книжка вышла в 63-м году деление азиатской части, где есть деление самой страны по районам, где есть описание растений, и для каждого растения сказано, в каком районе оно может быть выращено. Ну, первое что-нибудь открываю. Глён Манчжурский. Районы. Ну, тут описывается Глён Манчжурский, где растет, что с ним можно сделать, когда он красив, когда он некрасив. Рекомендуется ли групповых посадок в населенных пунктах районов 34, 38, 39, 41? Все, вопросов больше нет. По каким признакам это зонирование было? Конечно же, изотермы там присутствовали. Но кроме изотермы это присутствовало огромное количество других характеристик местности, которые были исследованы и проанализированы. Но я вот специально взял Санкт-Петербург, так как мы в Санкт-Петербурге с вами находимся. Вот смотрите, если я беру и пытаюсь найти информацию о Санкт-Петербурге по картам USDA, по картам USDA я могу подчеркнуть, что это зона 3, которая, не зона 3, зона 5, которая имеет ошибку здесь, которая имеет по Фрингейту минус 20 градусов, по Цельсию минус 28, минус 23. Это максимум, который я могу подчеркнуть по USDA-картам. Еще вызываются эти вопросы. Я открываю Колесникова, которого я сегодня вам скину и читаю о Санкт-Петербурге. Ну, тут описано, что, да, зона смешанных лесов, наиболее крупные города Тет-Тет, климат района сравнительно мягкий, приморский, безморозный период со 25-160 дней, абсолютный минимум температуры минус 35 градусов, я думаю, уже это неправда, уже наверняка было. Годовое количество осадков 500-650, почвы подзолистые, сублинистые и субесчаные, наблюдается большая заболоченность, на сублинистых и субесчаных почвах преобладают новые характерные распространения вдоль рек Ясня Обыкновенного, в ботаническом саду, в ботаническом институте, ну, собственно, в котором мы сейчас находимся, и в Дендросаду и Технической Академии испытано 3400 растений, из которых 1700 рекомендовано для города. Все это описывается. Еще раз хочу показать вот информацию, которую мы получаем здесь, информацию, которую мы получаем здесь. И так, для любого города нашей страны, причем не нынешней страны, а той большой страны. в Казахстане объект, берешь Колесникова и смотришь, в Крыму объект, берешь Колесникова и смотришь, в Украине объект, берешь Колесникова и смотришь, потому что, понятно, невозможно узнать человеку весь ассортимент, который где-то. Однако, и это поражает до глубины души, вот после вот этих вот всех проработках, которые изложены вот в этих вот двух книжках, советской наукой это было признано недостаточно проработанным и подверглось еще большей детализации. То есть, после этого они решили не просто дать ассортимент для каждого из этих районов, а дать ассортимент основной, ассортимент дополнительный и ассортимент ограниченного пользования. Основной ассортимент, который расписан для каждого из этих районов. Любой открыть в конце. Просто сейчас здесь непонятно уходит. Что такое основной? Это значит, условно говоря, посадил и забыл. Что значит дополнительный? Посадил, но надо что-то делать. А что значит ограниченного пользования? Это уже резиденции, где ездят от садовников, у которых есть технологическая карта в руках. И понятно, что основной он всегда поменьше, ограниченного дополнительного побольше, ограниченного пользования еще больше, потому что с ним требуются какие-то агротехнические приемы осуществлять, которые позволят этому растению выжить. Надо было мне, конечно, закладку положить на питер, но что-то я не буду искать сейчас. Вот, эти все книжки есть. Это все разработано было дополнительно. Причем, знаете, как интересно, когда уже вот эти вот зоны были сделаны, уже были опубликованы, естественно, со всех концов страны стали писать о заблуждениях каких-то или каких-то неточностях. Вот вы говорите, что он не живет, а он у нас живет много лет. Или наоборот, вы говорите, что живет, а он у нас наполовину вымерзает. Все это было собрано, и на основе этого было проведено глобальное редактирование этой системы. Причем удивляешься, какими средствами электронной почты не было ничего. это все почта СССР, которая привезла эти письма, которые кто-то обработал, которые вот так... В результате появились, например, такие вещи, знаете, «Атангольский» конечно обыкновенный. Не четвертая зона, а 4З, запад четвертой зоны. Или, например, там не 2, а 2 ЮЗ, юго-запад, там, вторая зона, и так далее. Вот это вот удивительная штука, на самом деле, она есть сейчас, она готова к использованию, и можно смело брать из нее информацию ту, которая нужна. Какая проблема есть? Книжки вот эти, в принципе, они вышли, конечно, для той огромной страны 10 тысяч экземпляров это мало. Но, тем не менее, они в Букинисте присутствуют. Но, какая проблема? Карты, а это основное, что в этих книжках было, были вкладышами. И огромное количество экземпляров за этот период времени, 66-го года, остались без вкладышей. Вкладыши, она вообще неинтересна. То есть, мне надо было купить 3 книжки, чтобы в одной оказался вкладыш. Поэтому, если кто-то купит книжки, вкладыша нет, то вы пишите, я вам сканированный вкладыш кидаю, потому что он тоже теперь есть. Ну, сделали они вот это вот. 76 зон. 76 зон только для территории России. Можете себе представить? 76 для территории России. 46 до азиатской части и остальные 30 для европейской части России. Естественно, возмущению городов, входящих в не входящих в Российскую Федерацию, заставила эту работу продолжить. И в итоге вышла вот эта вот книжка. Называется декоративная дендрология, которая просто добавила до этих зон все оставшиеся наши республики. То есть, сюда вошла уже зонирование Белоруссии, Украины, стран Прибалтики, как мы сейчас так называем. то есть, всего того, что необходимо. И получилось 96 зон. 96 зон. Вторая. Это, на мой взгляд, исчерпывающая информация, которая может вполне позволить обойтись без USD-эзонирование. Хотя, в общем-то, конечно, какие-то придержки можно брать и из него. Шкала зимостойкости у нас тоже существует. Разработана была в главном ботаническом саду, но, тем не менее, она таким образом построена, что в основном, конечно же, учитывает именно морозостойкость. То есть, обмерзает какая-то часть растений, обмерзает растение целиком. Что мне не нравится? Мне не нравится, когда у нас, например, в описании растения вдруг где-то пишут, что оно вымерзает. Но иногда в слово вымерзает вкладывается верный смысл, то есть, вымерзает вместе с корневой системой. А иногда таким словом говорят о тех растениях, которых вымерзает наземная часть, но при этом сохраняется подземная часть. В этом случае мы уже можем говорить о том, что это древесное растение просто может вести себя как травянистый многолетник. Ну и что, что у него утрачена наземная часть до снегового покрова или вся наземная часть? Это, казалось бы, самый гиблый случай. То есть, вот шестой, когда человек видит шестая зимостойкость, умо и все, даже уже его не берем. Но это могут быть прекрасные травянистые многолетники, ну в кавычках травянистые многолетники. Если это древесное растение обладает порослевой способностью образовывать поросы, если у него имеется сохраненная подземная часть, то оно может стать необыкновенным, ежегодным, хорошим объемом растительным. Ну у меня вот отдельная лекция есть, и по-моему в этих стенах даже она читалась какое-то количество лет назад, мы говорили про порослевую культуру, все два часа, где мы только о таких растениях и говорили. То есть, целый ряд, ну невозможно, да, там вот определенные скептики говорят, да это издевательство над растением, да растение страдает. Извините меня, садоводство это в принципе издевательство над растением. Они росли в природе, и все было прекрасно до того момента, пока человек не взял это дерево и не посадил сокращается срок жизни, садоводство в принципе сокращает срок жизни дерева. В природе оно росло бы в два раза дольше, чем оно растет у нас в саду. Давайте не будем делать живые изгороди, потому что там сокращается срок жизни дерева от такой конкуренции. Давайте не будем это пиар и стричь, давайте вообще не будем заниматься садоводством. И при этом все равно всегда хочется ответить этим людям, вернее спросить их, вы сами-то сколько собираетесь? Потому что все равно это десятками лет исчисляется. Да тебе успеет надоесть это уже. Потому что я свару на это марсовое поле, понимаете, на ваше. Вот в 94-м году я впервые там сделал фотографию этих стриженых барбарисов. В 2004-м году я сделал второй раз фотографию с той же точки этих барбарисов. В 2014-м году я сделал третий раз фотографию с этой точки барбарисов. Я, наверное, в 24-м тоже съезжу туда и снялые фотографии. Вот сирень какая-то венгерская там наполовину утрачена, дуб стоит на фоне этих барбарисов, у него каких-то веток половины нету. Барбарис как будто лас-массовый. То есть ничего не произошло за это время. Хотя он подвергается жесткому кранированию, жестко стрижется и ну и куда дольше-то, собственно говоря. Поэтому вот барбарисовая культура я тоже всегда говорю. У нас есть растения, которые говорят, как это так? Оно дерево, а ты его как траменистый многолетник выращиваешь. Извините меня, у нас есть дерево, которое мы как летники выращиваем. У нас вот есть такое дерево, которое, да, растет крупным деревом размером с нашу яблоню, но мы такие добрые люди, понимая, что это дерево не зимует, мы его в феврале сеем на рассаду, подращиваем, рассаду сажаем в цветник, в цветнике оно нас радует все лето, а потом мы такие думаем, ну это дерево все равно не приземует, мы выдираем это дерево и кидаем в компост. Ну я уже услышал, что это назвали дерево, да? Клещевина. Клещевина, собственно говоря, рецинус, она же древесная, крупная древесная растение, с которого рециновое масло добывают, касторку. Но для нас это летник. Если мы можем себе позволить дерево выращивать как летник, то выращивать кустарник как многолетник, ну сам Бог велел, почему бы нет, вполне можно себе позволить. Вот. Но при этом, конечно же, какие-то моменты вот этого осеверения, они тоже играют роль определенную, не случайно я упомянул уже сегодня в Питере и этот ботанический сад, на котором мы находимся, и Дедрарь, и техническая академия. Ну вот на 70-й год, на 70-й год испытано 3,5 тысячи таксонов, из которых примерно половина рекомендована. Однако, это не значит, что вот эта вот половина это все перспективные растения. Это значит то, что они могут жить в этих условиях. Если мы посмотрим на Колесникова, то он рекомендует в качестве основного ассортимента для Петербурга 220 видов. Но 220 видов это тоже немало. Не всякий сейчас из вас, из нас назовет 220 видов в принципе. А это только рекомендовано для данного города. И даже с этим ассортиментом 220 видов древесных и кустарниковых растений мы можем с легкостью решать практически все стоящие перед нами ландшафтные задачи. Надо стричь? Есть там, что стричь. Надо, что цвело есть. Надо большое есть. Надо стелющее есть. Надо у воды есть. Надо на песке есть. Все есть. Проблема только в том, что не указаны сорта и формы современные. Здесь тоже определенные какие-то моменты есть. Мы позже на них остановимся, когда мы можем логикой, зная определенную зимостойкость вида, понять, насколько может быть устойчив или неустойчив его сорт. Но вот здесь вот у меня опыт интродукции ГБС ран, потому что мне это ближе. 3000 видов. Мы попробовали что сделать? Мы попробовали взять не просто те, которые рекомендованы, а которые из этих 3000 определены как особенно перспективные для города Москвы. Особенно перспективные. То есть у них стоит перспективность 1. А что такое перспективность 1? Шкала перспективности, если кому интересно, можете потом погуглить. Фамилии Былов и Связева они эту шкалу разработали, по-моему, в 1972 году. Они туда включили декоративные качества, полезные качества, устойчивость экологическую, устойчивость климатическую и так далее. То есть это совокупность факторов. И вот у которых 1, сами понимаете, это получается что-то такое ну, вообще супер. Вот из этих 3000 испытанных 1 по 500 примерно. Вообще это немало. Да, то есть это такая шестая часть. Мы посмотрели с ребятами, студентами, а сколько из этих 500 мы сегодня имеем в отечественных питомниках. Не только московских, а вообще по стране. Для этого запросили список АППН и нам дали список выращиваемого посадочного материала в питомниках. Ну, правда, у тех, которые члены АППН. Ну, тем не менее, довольно большая выборка. Оказалось, что из этих 500 там только 200 видов. Но многие из видов выращиваемых питомников ГБС были рекомендованы как неперспективные. А рекомендованные как перспективные не выращиваются. Я, я, ни в коем случае не скажу, что все 300 надо взять, что все они нужны. Они просто могут быть с точки зрения современной, современного формата, да, ландшафтного строительства, неинтересны. То есть, они устойчивы, но они неинтересны. Но какая-то их часть может действительно быть очень востребована, хотя бы потому, что она является очень хорошей заменой многим видам, которые у нас сейчас начали страдать, если не от зимы, то от целого ряда других причин. Я, честно говоря, немножечко, конечно, расстраиваюсь, когда во второй половине лета, ближе к осени, иду там по московским паркам, и не знаю, как в Петербурге, но в Москве возможно зима теплая, возможно еще какие-то факторы среды, не знаю. Больных растений стало так много, насколько их никогда не было. Понятно, что они были всегда, но сегодня найти просто дерево, у которого были бы во второй половине лета чистые зеленые листья в городе, не представляется возможным. И самое обидное, что это самые наши распространенные кленостролистные, либо мелколистные, береза повислая, конский каштан обыкновенный, то есть это то, что всегда было основой. Ты видишь этот тиростроносый лис, эту златку ясеня, каштан вообще молчу, без слез не взглянешь, клены какие-то страшные, просто уже неприятно, как раньше, знаете, идешь ногами, шуршишь листья, сейчас эти листья в свете коронавируса, на них натракиваться не хочется, видя болезненный вид. Вот, и при этом мы видим там, какую устойчивость показывает тот же самый клен Мона в Москве, и какие экземпляры старые, и при этом стучать ни одного пятночка ни на одном листе, да, и фактически для обывателя, это в общем понятно, что человек, отягощенный знаниями, скажет, какой же это кленостралист, это не кленостралист, но для обывателя это в общем-то сопоставимая вещь, абсолютно похожее. Таких вариантов очень много может быть растения, которые могут для формовок быть стелющиеся, для водоемов, для тех же самых с промерзанием высоким корневой системы, например, все выходцы алтайской флоры, которых в этих 500 не так и мало, они все выдерживают супер промерзание корневых систем, то есть это растения, которые могут сидеть на крыше в этом контейнере и, собственно говоря, не особо бояться того, что этот контейнер будет промерзшим. Конечно, у самих растений есть приспособление, то есть одно дело среда, которая у нас может позволить им с легкостью выжить или наоборот не дать им такой возможности, но и у самих растений тоже, думаю, про это все знают, не буду сильно вдаваться в подробности, но мы привозим эти вечно зеленые виды. В чем была проблема этих каталогов, первых, которые были без редактирования, переведены просто, что человек покупает эту величину обыкновенную, сажает ее там в Подмосковье, да, она зимует, прекрасно, там-то написано, что она вечно зеленая, и как-то так она у меня сбросила все листья, и что же теперь будет? Начинается паника, все эти посты в Фейсбуке, что теперь будет? В величину сбросила листья. Каждый ноябрь паника в Фейсбуке, что теперь будет? Водорододендрону скрутили, скрутили листья и опустили, они умрут. Конечно, все очень удивительно, да, вот эти приспособления, когда эта величина начинает эту листью просто сбрасывать, потом ее с легкостью отращивает. Какие-то речи, наоборот, в нашем незначительном минусе не проявляется тот же самый кедровый сланик. Меня в свое время это поразило, то есть мне всегда казалось, что он сланик, потому что он, собственно говоря, снегом придавливается, и его не вымерзает. А там оказывается такая сложная общая вещь, на законах Сапрамата построена, волокна древесины устроены таким образом, что при минусе изменяется угол. Вне зависимости того, есть снег или нет снега. То есть угол отклонения самого побега от земли, он уменьшается с приходом минуса. И вот есть замечательный рассказ Варлам Шаламова, кедровый сланик, он так и называется, можно его прочитать. Ну, понятно, о каких местах идет речь, люди, где мы лесоповали, не по своей воле находятся. Собственно, там, где и растет кедровый сланик. Там много про него написано, но очень врезалась в память такие слова, что костер сжигают, да, и вокруг костра все плоское. Разожгли костер, и обманутый кедровый сланик, почуяв весну, поднимает свои ветви. Люди сидят у костра, вокруг поднявшийся кедровый сланик, вокруг все лежит. Угли тлеют, кедровый сланик, почувствовав обман, вернулся в прежнее положение. Ну, интересно, да, там так. Вот. факторы среды это, конечно, тоже очень такая интересная вещь, потому что вот у меня у самого опыт, когда мы не успевали посадить какие-то растения, ставишь их ближе к существующим посадкам или каким-то насаждениям эти контейнеры, или ставишь их посредине поляны, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ну и в реальности так получается, потому что конечно, ну, понятно, что действия каких-то любых объемов, будь то стенодома или будь то какие-то растительные объемы, но когда я прочитал именно вот опять же в трудах Академии коммунального хозяйства эти замеры, я был немножко в шоке, потому что поляна среднего размера при замерах в центральной части и при замерах в непосредственно около пушки доходила разница до 4 градусов. 4 градуса это очень много. То есть если 2 градуса могут зачастую решить, стать вопросом жизни и смерти растения, то 4 градуса это конечно очень много. И тут вопрос механизма этого мне не очень понятен, почему это происходит, хотя в общем-то наверное можно логически как-то попытаться это тоже понять, посмотреть, но факт остается этим фактом. Когда мы говорим про вот лето на каноне, тоже этот момент, да, какой-то такой фактор внешней среды, который позволяет либо подготовиться, либо не подготовиться растения. Ну а обилие снега у нас конечно сейчас очень удручающая ситуация, Росгидромет ежегодно на протяжении последних 70 лет фиксирует очень стремительное сокращение снежного пятна на территории нашей страны. В некоторых местах, где снега были, их уже нету, сокращается как пятно снежное зимнее, так и сокращается толщина снегового покрова. И тут проблема в чем заключается, что как бы вроде бы с одной стороны потепление идет, потепление причем довольно интенсивными темпами идет за по тем же самым сводкам Росгидромета где-то полградуса в десятилетие. И если кажется, что это мало, то я должен сказать, что это в два с половиной раза выше на территории нашей страны, чем на всем земном шаре остального. То есть на территории Российской Федерации потепление идет в два с половиной раза выше. Понятно, что это циклический процесс, сейчас не хочется включать Грета Тунберг, понятно, что это рано или поздно вернется по спирали, но нам довелось жить в этот период. Нам довелось жить на этом витке. И мы как бы с этим... И кто-то говорит, а, все круто, северный морской путь откроется, будем, значит, гнать по кратчайшему пути. А то, что опустынивание произойдет на какой-то территории страны, и вот это сокращение снежного пятна, и говорят, ну как же, потепление же идет, значит, они будут жить. Но это потепление не идет такими темпами, как идет сокращение снежного пятна. И там, где они сейчас живут, они не смогут жить. А с другой стороны, интересные вещи наблюдаются, как природные ареалы перемещаются. То есть, вот это вот потепление, оно тоже, я с удивлением статью, вот коллеги одну прочитал, исследование изменений ареала пиктосибирской. Пиктосибирская стремительно поползла в горы. Стремительно поползла в горы, уходит. То есть, там, где ее еще в 60-е никто не видел сеянцев, они уже туда все поползли. А с этой равнины она уходит, ей жарко. Она поползла туда, где ей более прохладно. Вот, это тоже такая интересная вещь, которая есть. Ну, вот слайд, который я, презентацию, который я скину, там будут описания всех этих растений, да, которые, просто сейчас, чтобы на это время не тратить, там эти все описания будут, и там будут списки этих растений, дополнительной презентации, там можно будет посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова